Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсиновский. Сегодня нам прислал задание Павел Сенатор. Очень интересный парень. У парня есть все шансы стать профессионалом. Но давайте разбираться. Прежде чем продолжим с Павлом, он задавал вопросы. Возможно, другим ребятам будет непонятно, поэтому я кое-что покажу. Вот Паш спрашивал. Валерий Иванович, доброго времени суток. Прошу прощения, подскажите, пожалуйста, не разобрался с домашними заданиями. Вижу, ребята, группы, что работают. Да, ваш оригинальный не получается найти. Потом он разобрался. Значит, ребят, смотрите. Есть уроки, в них уроки на домашние задания, на ссылки в группе. То, что дополнительно в группе, это когда человек хочет нечто большее, либо он делает домашние задания и видно, что хромает, либо описывает профессиональные файлы, что и сделал потом Павел. И тогда уже я направляю отдельно, что хромает. То есть, поняли, идут два направления. Я здесь только направляю. Если хотите больше, большего, да, то есть индивидуальное обучение. Да, оно дорого, я понимаю. Но многим хватает и направления, кому как. Итак, все понятно. Паш, прекрасно, да, вот вроде бы, вроде бы, вроде бы все хорошо. Но я даже могу сразу сказать, что у вас страдает архитектура. Давайте по порядку. Читаем ваше описание. Кстати, ребят, это профессиональный код. Я чище кода не видел, чем Рассел Кейта Маги. Тога Виндов. Паш, вот это камень преткновения. Он не только ваш, он всех. Вот здесь вы написали self. Первый обязательный аргумент метода создает ссылку на атрибут. Вопрос упущен, да, вопрос на атрибут чего. Вот здесь все пошло, вроде все опять нормально. Атрибут экземпляра класса, то есть появилось какое-то четкое предназначение. Я вас попрошу вот что поправить первым делом. Если открыть сайт Python. И вот здесь открыть документацию. И вот здесь есть Python вопросы, программирование. Давайте посмотрим сейф. Вот это видят все. Это просто условное имя первого аргумента метода. И дальше идет определение. Но вот это уже никто не читает. Почему сейф надо явно определять. И вот тут у вас каша в голове. В чем заключается ваша каша, судя по описанию. Разберите, пожалуйста, что такое сейф и зачем он. Вот смотрите даже на эту фразу. Более очевидно, что вы используете метод или атрибут экземпляра, заметьте, вместо локальной переменной. Теперь мне к вам сразу задание. Чтобы вы разбирались, потому что уровень у вас неплохой. Но вы можете стать профессионалом. Тогда я вам задаю вопрос. Встаньте на место Расселла Кейта Маги. Откройте Windows и ответьте на вопрос. Вот здесь у нас init. Вот здесь, как мы видим, у параметров нет параметра self. Да? Нет. С другой стороны, если мы открываем, например, файл api. Например, будет ссылка в описании видео. То есть здесь вы нет. Мы видим, есть self.api и self.element. Да? Там дальше мы рассматривали. Рассматривали эти уроки. Ссылка тоже будет вот здесь. Здесь я не зря вам это сейчас говорю. Крутой Python. Дам ссылку. Да? Сразу берем этот уровень. Итак, пожалуйста, по вашим соображениям, почему все-таки здесь вынет и есть self, а в файле, в котором вы описывали виндов, self нет. Да, я понял, что вы говорили, да, про переменные. Это надо код ниже посмотреть и подумать, почему именно так. Мне вот такие формулировки очень не нравятся, да, и они вам не нравятся. Понимаете, когда программист, а вы уже программист, и вы можете писать неплохие программы, но все-таки вы можете быть профессионалом. Ссылка на атрибут и молчание. Все. Тогда у меня вопрос. Вы себе их записывайте. Да все же, все же, все же, что же такое self? Зачем он нам нужен? Следующий момент, который я опять обращаю внимание все-таки. Я ж вам не зря только что сказал. И молчание. А вот тут я хочу обратить ваше внимание. Все-таки есть понятие, когда мы будем использовать self, мы используем метод, атрибут экземпляра или локальную переменную. Согласитесь, применение self разное, да? Пока, вот если, допустим, Диме, да, я сказал копать C++, да? Сейчас мы к этому вернемся. Я покажу парня. Вам пока я просто не рекомендую в C++ лезть. Почему? Потому что вот это выкопаете, тогда посмотрим. Потому что зачем вообще, вот я объясню ребятам, новичкам, зачем залазить в C++? Мы ведь мы изучаем Python. А потому что на будущее, да, вот берем JavaScript. Поведение ключевого слова в ЗИЗа несколько отличается по сравнению с остальными языками. Определяя тем, каким образом вызвано слово, значение ЗИЗ, ну, в общем, читайте, да? Присваясь во время исполнения кода, иными словами, ЗИЗ когда применяется, то есть что является объектом. Но, смотрите, абсолютно любой язык открывая, вот что у вас выпадает. А для вас вот ссылка на объект, а дальше все, туман, трава не расти. То есть у вас закрытая информация, какая? А это изменяемый, невзменяемый объект? А что это за объект? А чему присвоить? А как я буду использовать? Понимаете? По сути дела, да, время придет, но эти вопросы очень-очень хорошо на место ставить C++, потому что, ну, ничего не придумали, как вот есть C++, там надо конкретно, грубо говоря, если говорить утрированным языком, да, вот сейчас, чтобы не пугать, люди новые могут смотреть. Вот C++ есть, да, вот. Вот это отсель, вот сюда вот, вот эта память, и сюда будет вести ссылка, да, вот именно на это место, например. И вот эта информация, мы сейчас вернемся к вам, Паш, она рвет человека, просто человек начинает прозревать. Вот я сейчас покажу пример Димы из Беларуси, да? Сейчас, сейчас где-то я найду его сообщение. Чтоб вы понимали, к чему я веду. Дима написал, да, когда его пробило. Валерий, здравствуйте, я хотел поблагодарить, вы мне открыли дверь C++. Пока я вам файл не присылаю, так здесь у меня быстро не выходит разобрать тему с указателем, потому что я ему конкретно дал указатели, да, почему? Когда человек разберется с указателем, у него всегда будут в любом языке возникать вопросы, кроме ссылки, а что происходит дальше, да? Ведь именно здесь, вот у вас, заканчивается все на этом. Чтобы написать просто пример и так далее. Во-вторых, я пришел сюда в язык C++ за определениями. Правильно. Поэтому его код, если его поискать, его код, да, в группе, последний код Димы, когда он описывает, у него появилась четкость, да, у него нет размытости. То есть идет четко, он называет объект своим именем с четким пониманием, что этот объект будет делать. Вот это у вас нет сейчас. Так. И дальше я ему написал, что у него-то все появится, когда он разобрался с объектами, да, и действительно, когда он начал переосмысливать, вот что мы тогда с ним делали. Вначале мне показали функции Python, JavaScript, в других языках, начал писать. Потом обратили мое внимание на чтение документации исходного кода. Я впервые от вас узнал, куда смотреть, на что смотреть. То есть человек начал делать работу программиста. Понимаете ситуацию, какая получается? Ну вот представьте автомобиль, есть свеча. Вы вроде знаете, что закручивать надо туда, а вот что она делает, зачем и как определить вообще, будет она работать или нет, вы не знаете. То есть этот вопрос у вас не стоит. Хотя прекрасно пошли дальше, то есть поверх всего изучили. А корня нет. Нет корня. И вот отсюда будете барахтаться. И здесь, да, вот часто видишь программисты прекрасного уровня, вот на этом уровне. Да, они быстро ищут исключения, да, понимают, да, все. А архитектура всегда страдает. То есть не может человек сообразить, откуда ноги растут быстро. В чем причина? Причина всегда одна и та же. Давайте сначала сделаем вот следующее. Документация. Откроем вот этот учебник, его писал когда-то Гвидомом Росом, да? Туториал. И откроем пункт 9.3.2. Дим, то есть Паш, смотрите. Объекты класса поддерживают два вида операций. Вы об этом догадываетесь, я не сомневаюсь. Ссылка на атрибут создания экземпляра. То есть вот эту часть я увидел. Но теперь представьте почту. Вы отсылаете письмо, но при этом не указываете адрес. Но сами надеетесь, что оно, скорее всего, дойдет. Но ведь вы понимаете, что не дойдет. У каждого объекта, с которым вы будете работать в голове, у вас должен быть адрес в вашей голове. Именно его, про него надо, его надо разобрать. И вы это должны знать. Потому что эти вещи будут описываться в документациях в документациях любых языков. Но как факт. Единственное, что тогда вам не будет понятно. если посмотреть, вот вы останавливаетесь на том, что есть ссылка на допустимый атрибут. Но на самом деле просто я скажу, что будет дальше. Дальше вы будете пробивать стену. Какую? Потому что в принципе то, что используется в коде, дальше идет разница между атрибутами экземпляра и атрибутами класса, для чего, что предназначено. Понятно, что вы туда не пойдете копаться. Потому что нет начала. Зачем? Если вроде код понимаю, и все. тем не менее начинаются интересные вещи по определению все атрибуты класса являются функциональными объектами. То есть сразу понятно с функциями вы до конца не довели. Если человек доводит дело с функциями до автоматизма, то 100% функциональные объекты он видит. И дальше начинаются интересные вещи. Итак, просто слушайтесь. В примере класс у нас там экземпляр класса x посмотрите код. Верный метод ссылка. Дальше идет функция. И дальше расписывают то это совсем друг на друга не похоже. Я как-то давал вопросы эти. парню одному тоже пришел шарец капитально. Вот класс берем. Простое совершенно. Есть класс, есть экземпляр. И поехали. Да? Смотрим. Смотрим. не буду пояснять. будете сами разбираться. Дальше все-таки с того, что мы начали. Объекты класса поддерживают ссылки на атрибут создания экземпляра. Но при выводе, при выводе, при выводе, здесь у нас экземпляр, здесь класс. И как мы видим, совершенно разные вещи. Здесь у нас функция, здесь у нас связанный метод. Кстати, если вы изучаете Жанга, вам этот связанный метод надо вообще прекрасно понимать. что это? Не буду вас мучить, да, я дам конкретные задания сейчас, но просто хочу обратить ваше внимание на такие вещи. Вот еще, вот, что произошло, я хочу, вот это должно произойти с вами, да, что произошло с Димой. Вот он пришел в школу и писал когда-то, да, я узнал о вашей школе на ютюбе, там, да, 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 прохожу по окончанию просто 2 сайта, самое главное, за все 3 года я вот только сейчас узнал от вас, чтобы действовать в программировании, это функции, я их толком не умею писать. И это не Димина проблема, это проблема 90% людей, а в чем она заключается? Потому что читают книги, открывают, бывают на курсах, да, каких-то, курс ограничен, там, допустим, 3 месяца. И что происходит? Вот погнали, да, по существу, прошли, да, и функции пробежали, как все остальное. Так чем отличается подход школы Бусновского от любых других, любых других курсов? Потому что вот человек занимается пайтом 3-5 месяцев, 2 месяца он должен был работать с функциями, все остальное это можно работать в любом порядке, в любом порядке. И понимаете, тогда вы начнете видеть, что начал видеть Дима. Еще раз давайте посмотрим, что произошло потом. Потом его код я читал, я просто обалдел. Так он погнал легко JavaScript, погнал легко Python, теперь пошел в C++, то есть все пошло, поехало. Паш, я сейчас буду говорить о ваших требованиях к себе именно, к себе. Вы должны поставить, захотеть поставить требования к себе, вот я бы порекомендовал так. Давайте я сейчас сначала покажу, что он начал понимать. И почему, вот сейчас поймете меня. Вот он прислал, чтоб осталось в памяти, да? Между строчек я вычитывал такую вещь. Несколько имен могут быть привязаны к одному и тому же объекту, и в других языках это называется псевдонимами. Дальше интереснее. По работе с изменяемыми объектами и далее далее пошло, да? То есть пошло сравнение. И вот что он начал понимать. Как-то он прочитал. Не, Денис вообще молодец тоже, очень большой. Прочитайте ваш текст дальше. Вот ранее он писал. Валерий, здравствуйте. Пишу вам сообщение активностью за вашими записями по направлению ОП Python. Вы активно заняли серьезное освоение написания профессиональной козы, также активно наблюдая за работой Дениса и его материалами в группе. Есть нарекания на то, что все-таки все так сложно объясняет, местами неправильно. Если не так, вы меня поправьте. Хотел от себя добавить кое-что. Денис свое время разобрался с функцией, но не изучил объекты в JavaScript. Вот пример. Инициализация экземпляра класса, атрибут экземпляра класса, атрибут экземпляра класса, значение атрибута создания нового экземпляра и так далее. Скажите, неужели это сложно? Принцип работает то же самое, что в Python и в JS. Вот смотрите, дальше вот что он понял? Правильно, в документации Python что-то сказали, что все есть объекты, за объектами нужно идти в JS. То есть язык для него перестал иметь значение. Но вопрос в том, что же произошло с Димой, что вот эти объекты, которые он начал видеть, у него начали иметь конкретное название. Ну, например, вот его описание. Атрибут экземпляра класса А правильным значением параметра А. То есть все стало принципиально важно. Иными словами, он начал смотреть на объект и задавать следующие вопросы. Что перед ним за объект? Чему есть у него значение? К чего он привязан? Почему привязан? То есть и отсюда уже идет далее рассуждение о применении и понятно сразу. Дальше читаем, да, у вас интерфейс сейф. Интерфейс принимает значение атрибута класса виндов, да? Я бы здесь закончил мысль. Не закончена мысль. сейф. Дальше давайте еще кое-что. Проделайте эти уроки тут где-то наверное в четвертом уроке в четвертом уроке мы уже пишем небольшой кусок окна. Попишите, да, посмотрите документацию, сравните с исходным кодом, походите. И тогда у вас начнут возникать вопросы, что и что, когда вы будете реальный код писать. Вот это надо проделать обязательно. То есть использовать тот код и быть в исходном коде. У вас вот на этом месте если открыть классы 9.1 несколько слов об именах и объектах. Объекты имеют то, что Дима понял как раз-таки. Индивидуальность несколько имен в нескольких областях могут быть привязаны к тому же объекту. В других языках называется псевдоним и дальше читайте по списку. Но ноги у вас растут. Отчего надо растить ноги? Ссылка на атрибут создания экземпляра. А дальше дайте определение конкретики совершенно. и все вам надо начать все-таки с эльф это раз. Все-таки давайте разберемся что же такое эльф на самом деле. И как это эльф связано с экземпляром класса. Потому что по сути дела вот есть две операции. Но эти операции порождают большое количество конкретных объектов, которые делают совершенно конкретные действия. и эти объекты очень сильно отличаются. И по сути дела не имея об этом представления мы не будем читать код, мы не будем ничего планировать. Потому что мы просто не будем знать что нам надо планировать и с чего исходить. Поэтому первое давайте-ка мы вернемся к самому простому к сельфу. Но я бы все-таки вам рекомендовал не стесняться а пойти еще немножко на уровень ниже опуститься. Вот я давал ребятам задание. Вот это задание. Я его дам тоже в описании видео. Оно будет. Единственное что я от вас жду. Смотрите. Это функция. У вас уровень выше. Вот одно дело пишет Сережа Филькин. Он начинающий программист. Он только соображает. Так вот ваш код должен быть намного круче уже его. Гляньте что он пишет. Он по крайней мере очень четко для себя разобрал путь как он поработает с функциями. Потому что если вы посмотрите вот этот код который вы описывали ведь это все методы правильно методы 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 но у нас почему появляется и то что я говорил почему люди когда изучают пробежали функции и все так подождите у нас все состоит из методов либо из функций либо из методов и их то как раз таки мы не знаем но если посмотреть нутро функции или методу то мы видим точки 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 то есть по сути дела дальше пошли атрибуты да и тут мы не знаем потому потому что атрибуты есть разные есть функции есть ссылка на переменную объект должен иметь какое-то конкретное как почта да конкретный адрес конкретное предназначение но это должно быть в первую очередь паш у вас в голове это нельзя вычитать документации это должно быть у вас в голове это требование вы должны предъявлять абсолютно к любому языку вот вы зашли в javascript что вас должно интересовать правильно записываем следующее задание когда будете работать с функциями там есть поработайте с несколькими языками с javascript обязательно поработайте дальше выберите любой kotlin js вот здесь ссылка будет на уроки ну они я думаю что будут для вас очень просты но тем не менее python kotlin js вот я дал пример но у вас уже у вас по вас по вас видно как правильно сказать я не знаю функции напишу у вас уровень хороший а мелочи мелочей нет мелочей нет я не зря вам сказал когда вы заходите в другой язык там поработаете с функциями вас должен интересовать объект вот я почему говорю javascript будете работать это на будущее себе возьмите на заметку и первое разбирайте зис там кстати на этом зис построена целая очень крутая система принцип работы да один из принципов работы javascript я его показал вот здесь уроки так стоп не здесь js концепции контекст привязки да подумать так а я почему про это сейчас говорю jr да а потому что js он всегда возвращает значение так как работает с браузерами то есть пустое значение не пустое но он не даст браузеру упасть а вернет что допустим значение не определено но программа будет работать но понятно что ожидаемый результат мы не получим просто у меня такое ощущение что вот это требование в голове паш вы меня слышите в вашей голове требования к объекту оно просто отсутствует сами проанализируйте оно у вас есть то есть вы зашли да вот у нас есть объект как вы смотрите на объект вот как вы смотрите на объект для вас это просто вот нечто там что-то делает а что если у этого объекта есть понятно место в памяти что это за объект это переменная это функция это функциональный объект если это касается класса если вы это не разберетесь то дальше у вас пойдет путаница разница между экземплярами атрибутами экземпляров и атрибутами классов а это разные вещи понимаете я сейчас много наговорил просто с разных источников и суть всей моей беседы я выражу одним словом паш первые 4 года наверное с 8 до 12 я тоже не заморачивался на этом ну и писать ни хрена не получала потому что у меня в голове не было требований к объектам я не понимал какие требования ну есть нечто ну давай скопируем код а не надоело копировать чей-то чужой код и искать решение да оно простое вот я сейчас вас прошу в первую очередь заняться для себя лично формированием в голове требований к объектам я начало вам дал начало вот они да начало а дальше пошла уже конкретная разница тогда будет дорога открыта так вроде все класс и даже вы придете если допустим куда-то на работу да на работу то скажут да да вы все подходите и я не сомневаюсь что вы разберетесь разберетесь но вот такого я хотел бы вы можете достичь вот такого сейчас прочитайте вот такого вот человек просто спасибо ему написал ну просто я прочитайте да обращу внимание на его вещь вот после школы ему школа помогла ошибок больше не боюсь наоборот пады исправляю то есть библиотека иди смотри исходники не понял тогда доки заметьте он начал исходники ставить ставить на первое место и если вы посмотрите это видео ведь это само приходит да которое я дал заметьте я в документации почти не бываю мне удобнее работать с исходниками они мне понятнее и если вас сегодня интересует такой вопрос и вы мало бываете в исходном коде то ответ очевиден я вам его дал и мы докопаемся поверьте мне докопаемся мне просто интересно здесь чтоб вы докопались откройте паш смотрите но ведь все банально просто давайте посмотрим везде методы я вам задаю вопрос вы себе задавайте функции отработаны до полного автоматизма но я вам дал задание говорил ранее про функции да вот это все таки проделать да у вас должно легко пойти но я думаю что там выплывут еще куча ошибок да чего при этом я хочу чтобы вы не отвлекались от главного от главной своей задачи которую вы будете решать хочу чтобы у каждого объекта у вас появился конкретный адрес что это за объект и это должно быть у вас в голове и это должно относиться ко всем языкам я не зря затронул java script потому что там частенько происходит то что там меняется значение объекта для всего значение изменится значит будут результаты а почему гадать не надо а потому что человек когда пишут на java script он не ставит вопросы да а что это за объект а что я буду принимать применять тут идет правильно работать со справкой но тут в первую очередь идет то что мы не ставим себе цель в голове чтобы объект у нас получил какое-то четкое адресное понимание но я всегда говорю все начинается с цель в классах все начинается с цель но если где-то упущены функции да то есть я понимаю возможно это сложноватое задание но тем не менее вы с ним справились справились на данном этапе совершенно неплохо но все-таки если функции не доведены до автоматизма а функции это в первую очередь работа с параметром да я имею ввиду там посмотрите и уроки вам там дал которые есть в школе они для вас конечно будут простецки но тем не менее обращать внимание то есть здесь проблем нету и в принципе я вижу что все вы читаете но то что у вас на сегодняшний день нет в голове четких требований к коду именно вы понимаете о чем я говорю не у кода есть какие-то требования да а у вас в голове а какие требования я имею к объекту что это за объект то что это ссылка это понятно другого не создашь там это в любом случае надо ссылка на память это понятно это во всех языках одинаково поэтому я иногда рекомендую изучать C++ чтобы это представление стало на место то есть как-то понималось потому что как я говорю в этом случае человеку легче летающую тарелку представить быстрее чем как там эта ссылка то выглядит то в голове как-то надо уместить здесь вы себя можете очень легко проверить я вам сказал что возьмите второй язык JavaScript третий любой да там возьмите Kotlin либо Go вообще хоть что угодно любой абсолютно но проверка тогда у вас состоит такая что по сути дела функции вы должны писать на любых языках совершенно легко после этого можно переходить к классу и повторяю в тысячный раз я вот бы рекомендовал на сегодня на сегодня пока на часть того ну понятно что вы проделываете эти уроки по функциям чтобы по крайней мере посмотреть все там у вас в порядке или нет здесь задание вплоть до написания программ иными словами если вам вы изучаете Django то в принципе вам эти рассуждения должны быть как отче наш почему давайте посмотрим самый простой пример вот Django встаньте на место разработчиков Django вот функция да getObject R404 куда мы должны посмотреть первым делом конечно же в документацию посмотреть на параметры здесь у нас обязательно позиционный параметр который требует передачи обязательно позиционно аргумента и дальше любые позиционные любые именованные смотрите когда вы разберетесь вот так с объектами конечно же тогда вы обратите внимание на такие вещи которые пишут там get допустим смотрим здесь будет определение порядка поиска ну просто я это знаю уже да то есть когда вы будете выполнять задание вот это это будет примерно то же самое иными словами здесь разработчики что сделали сделали для нас удобство есть определенное количество записей да мы их извлекаем если запись запись не найдена или отсутствует она вводит ошибку 404 объект отсутствует или там перемещенный бла-бла-бла то есть они учли что человек создал модель да там и совместили две функции получения вывода исключения в одной то есть нам это писать не надо мы можем брать тупо брать и использовать это и это очень удобно и эти функции они используются абсолютно везде в Жанго сейчас ну вот например да вот мы используем да взяли переменную присвоили и дальше пошло то есть мы когда считываем что обязательный позиционный параметр у нас там модель если бы разработчики этого не учли да а поставили допустим только арк кварц то в принципе те кто использует библиотеку мог бы и не догадаться а что у него за исключение но они четко это прописали вот эти вещи вы должны научиться считывать а дальше идет параметры поиска да куда вообще мало людей заглядывает да когда будете делать это задание как раз и будете писать там функции там предлагаю я пиловну написать свои функции на но сейчас я останавливаюсь потому что я не говорю вам как это конкретно делать я вас натолкнул на мысль пожалуйста проработайте таким образом чтобы у ваших объектов появился конкретный адрес если здесь здесь надо закончить вот эту мысль да я вас прошу закончить вы разработчик вы программист но я не вижу где эта ссылка на атрибут а где это будет использоваться где он будет использоваться переменная метод если вы считаете что это может быть как-то использоваться с переменной с методами и так далее значит опишите но здесь не должно быть непонятности а знаете почему она здесь есть потому что в голове нет требований к объекту у вас нету четкого 1, 2, 3 что может быть объект за объект что может быть с объектом как только вот эти требования у вас в голове появятся у вас картинка поменяется на 180 градусов все наоборот станет и заметьте вот сейчас скажу я хочу чтобы вы меня сейчас услышали тогда у вас появятся и дальше требования когда вот эти на место станут вот эти вещи у вас появятся требования к экземплярам у вас появится разница между экземпляром атрибутом экземпляра и атрибутом класса а пока вот это на этом этапе нет требований у вас все остальное оно закрыто это вот дверь она закрыла все общее все класс я сказал и на работу возьмут с таким описанием возьмут но мучиться то вы будете а проблема не стоит выеденного яйца 2-3 недели прекрасно соображаете поэтому давайте начинайте с функций вы должны убедить не меня а сами понимать себя убедить что с функциями у меня порядок все функции работают через исключение ориентировочно ориентироваться по исключениям то есть с параметрами получить как можно больше исключений проработайте потому что если вот это еще отсутствует я возвращаю Жанго то у вас дальше будут проблемы с Жанго какие и с любой другой библиотекой это вот Саше пошло да в чем была проблема он пытался все переложить на Жанго но Жанго нам дает только логику а считывать что мы должны все что происходит на языке Python на Жанго это нельзя перекладывать в результате документацию не понимаем не знаю ну просто в данном случае это очень интересный и сложный случай я попытался объяснить вот так как я могу на данный момент вам сказать да и я не хотел бы использовать очень конкретные вещи почему потому что я не хочу вас лишить вот этой возможности найти то что вот мы с вами говорили вот эту адресность да я не хочу за вас ее искать я хочу чтобы вы это обнаружили и это стало требованием у вас голове к объектам тогда с любыми языками будет к любым языкам абсолютно иной подход вы будете подходить не к самому языку только функции они все одинаковые вы уже попробуете если не пробовали писать сможете у вас появится возможность по-другому смотреть на реализацию функций методов в том или ином языке но чтобы это происходило надо чтобы эти требования к объектам были у вас в голове то есть вы знали а какие требования я выдвигаю к объектам и с этого будет вытекать что с этими объектами можно делать и с этого начнется легкое чтение исходного кода и вы его полюбите ну вот так я пока увидел а там дальше разберемся делайте спасибо за доверие ребят ставьте лайки школу спб-тур.ру кто хочет приходите будем учиться то что получится писать у любого человека просто надо разобраться что и делать и как то это на 100% тут вопросов нет было бы желание спасибо за доверие все получится спасибо спасибо